МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заразиться можно при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. И хоть сезон гриппа и простуд для нас, сибиряков, подходит к концу, но поберечься все равно нужно. Витаминотерапия, здоровый сон – то, что необходимо каждому. Но что делать, если ваш супруг или супруга храпят? Да так, что вам не помогают даже беруши. Решить эту проблему взялись изобретатели из Калифорнии. Они придумали умные беруши, которые не просто блокируют посторонние звуки, но и проигрывают так называемый белый шум, помогающий уснуть. Ну а ученые из США придумали новый способ лечения опухоли мозга глиобластомы. Напомню, именно эту болезнь обнаружили у Жанны Фриске. Опасность ее в том, что раковые клетки спрятаны в труднодоступных местах и склонны к миграции по мозгу. Теперь их, так сказать, ловят на живца, в специальную пленку, которая имитирует любимое клетками укрытие. Попав в ловушку, клетки оказываются под действием лекарства, которое их убивает. Будем надеяться, что такое лечение никому из нас в жизни не понадобится. Поэтому давайте следить за своим здоровьем и радоваться весне, которая уже чувствуется в воздухе. Ведь это чудесное время, когда можно наконец переодеться из скучных зимних нарядов в яркие весенние и, главное, снять неудобные шапки. Только что делать, если за время долгой зимы волосы стали ломкими и некрасивыми? Попробуем разобраться вместе в моем сюжете далее. Шляпы, шапки. В арсенале современной девушки очень много головных уборов. Но каждая из нас вдохнет с радостью, забросив их на дальнюю полку. И все бы ничего, только вот зеркало не обманешь. После зимы наши волосы слабые и безжизненные. Восстановить их в кратчайшие сроки сложно, но можно. Итак, снимаем шляпы перед весной. Для начала пересмотрите свой весенний рацион. Добавьте в него зелень, овощи, рыбу, орехи и забудьте о жестких диетах. Если организму не будет хватать питательных веществ, волосы никогда не будут выглядеть здоровыми и даже никакие современные технологии вам не помогут. Ну а для того, чтобы сохранить водно-жировой баланс кожи головы, постарайтесь мыть их не чаще 2-3 раз в неделю, а также свести к минимуму использование фена и утюжка. Никогда не расчесывайте мокрые волосы. В таком виде они особенно ломкие. После мытья можно сполоснуть их ледяной водой. Это улучшит кровообращение. С помощью небольшого теста можно определить, здоровы ли ваши волосы. Потяните небольшую прядь волос вперед. Если на руке осталось меньше пяти волос, значит волосы здоровы. Если больше пяти, срочно обращайтесь к специалисту. В домашних условиях для питания и восстановления волос используйте органические шампуни без сульфатов и силиконов. Они не сушат кожу и позволяют полезным веществам проникать в волос. Обязательно используйте кондиционер или маску. По составу они одинаковы, просто в кондиционере больше воды. Кстати, в качестве маски раз в месяц можно использовать кефир. Смывать только прохладной водой. Ну а если домашние методы не дают результатов, то пора обратиться к профессионалам. Сегодня я хочу вам предложить сделать спа-кератин. Это уход очень хорошо питает, восстанавливает и делает волосы блестящими и гладкими. И эффект вы увидите сразу после применения первой процедуры. Процедура позволяет полностью забыть о вредном воздействии на волосы внешних раздражителей. Восстанавливает структуру, заполняя все микротрещинки и пустоты волос, делая их блестящими и послушными, а также увлажняет, питает, делая сухие и безжизненные волосы здоровыми, красивыми и невероятно мягкими. А самое главное, эффект сохраняется до пяти недель. Такой эффект виден с первого раза. Но, к сожалению, нередко волосы тускнеют и выпадают из-за сбоя гормонального фона, стресса, несбалансированного питания и просто наследственности. В этом случае самостоятельно проблему не решить, но не спешите отчаиваться. На помощь придет мезотерапия. Она представляет собой процедуру инъекционного введения в организм лечебных препаратов, состоящих из набора полезных питательных веществ, необходимых именно для вашего организма. Волосы становятся более плотными по структуре, густыми, шелковистыми, приобретают здоровый блеск и поднимаются у корней. Также процедура служит хорошей профилактикой ранней седины. Чтобы волосы были украшением, а не наказанием, их следует беречь и ухаживать за ними. Ведь красивые волосы – это не только мечта каждой девушки, но и одно из главных достоинств, подаренных самой природой. Ну а если у вас есть что рассказать нам, или вы давно хотите задать вопрос специалисту-медику, но по каким-то причинам не можете, то звоните в нашу редакцию по телефону 290-19-90. И мы постараемся найти ответ. С вами была Вера Черных. Будьте здоровы и увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok